Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачао-Черкесия. События среды в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Борьба с терроризмом и коррупцией. Как стать полицейскими? Что такое патриотизм? Министр внутренних дел Казимир Баташев встретился со студентами КЧГУ. Они навсегда покинули родину, южный район Грузии, Месхетию. Турки-месхетинцы вспоминали скорбную дату в истории своего народа – депортацию. Пьеса французского классика Жанна Батиста Мольера «Тартюф» открыла театральный сезон русского театра драмы и комедии Карачао-Черкесии. Спектакль прошел с успехом. Обретенное поколение по таким названиям в Карачаевске прошла встреча министра внутренних дел Республики Казимир Баташева со студентами КЧГУ имени Умара Лива. В течение нескольких часов глава силового ведомства отвечал на вопросы, интересующие молодежь. Подробности у Али Баташева. Борьба с терроризмом и коррупцией. Для чего используется добровольная дактилоскопическая регистрация? Как становятся полицейскими и что такое патриотизм? Это лишь часть вопросов, на которые министр внутренних дел Республики отвечал подробно и со знанием дела. Лично в моем понимании патриот – это никогда не забывать, кто ты, где ты родился, в своей корне, в какой стране ты служишь. Патриотом же, в первую очередь, патриот своей страны, патриот флага, патриот своей семьи, патриот своей фамилии, своего города, своей улицы. Для меня это все взаимосвязано. Это не просто слова, убеждались участники встречи, посмотрев презентацию биографии Казимира Баташева, подготовленную учащимися полицейского класса 6-й школы Карачаевска. Голубой берет десантника, затем оперативная работа и участие в 120 операциях по освобождению заложников. Множество государственных наград. Ребятам есть кого брать пример, говорили выступающие. Не только выпускники полицейского класса, но и многие другие дети. Они растут достойным пополнением ваших рядов, я думаю. Они не постромят честную деятельность, которые выберут эту профессию. Я в них верю. Дети у нас очень хорошие в большинстве своем. Студентов интересовали вопросы борьбы с наркоманией. Министр подчеркнул, что чем меньше будет спроса на эти вещества у молодежи, тем успешнее результат. В юности главное правильно поставить достойную цель, не предавать свою мечту. А наркомания и участие в преступных группировках лишает человека будущего, убежден Казимир Баташев. Те, кто подсел на это однозначно, они тоже теряют свое будущее. Как правило, они сейчас более сильнодействующие, сейчас в форме таблеток делают, медицинских каких-то препаратов. Люди, которые употребляют и становятся зависимы, у них однозначно, вот он живой, а детей уже иметь не может. Понимаете, вот на этом отражается. Или, к сожалению, вот у него появились дети, да, но они уже с отклонениями. Завершением встречи стала песня офицера в исполнении группы «Домбай». Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Ночь с 14 на 15 ноября 1944 года для турков-месхетинцев стала роковой. Более 100 тысяч безвинных жителей Месхетии по приказу Сталина были высланы со своей исторической родины в Среднюю Азию. Эту скорбную дату вспомнили на траурном мероприятии, которое прошло в Черкесске. Александр Коваленко продолжит. По приказу Иосифа Сталина в холодную осеннюю ночь с 14 на 15 ноября 1944 года без предупреждения и права на сборы более 100 тысяч стариков, детей, женщин, взяв лишь с собой ручную кладь, были погружены в товарные вагоны и отправлены в Среднюю Азию. Они навсегда покинули родину – южный район Грузии – Месхетию. Фильм, который предложили просмотреть гостям траурного вечера, невольно заставил появиться слезам на глазах. Сегодня много фильмов, много изданий, научных публикаций на тему депортации написано. Но ни одна из них в полной мере и в полной степени не может отразить то насилие, которое перенесло в гонениях те народы, которые были депортированы. Мы должны об этом помнить, мы не должны это забывать. Корни турка-месхетинца Шакира Шакирова уходят глубоко в Ахалцийский район, в село Татаниси. По возможности мужчина старается посещать родину каждый год, согревая раненую душу надеждой на возвращение в родные места, где захоронены его предки. В этот скорбный день он приехал из Ставропольского края, чтобы разделить горе с депортацией со своим народом. Мы один из тех народов, которые в 44-м году, в этот день, 14-го ноября, наши деды были выселены, наши родители, бабушки, дедушки из родных земель в Среднюю Азию. В то время, когда более 46 тысяч наших аксакалов старейшим воевали на фронте в Отечественную войну, наших более 100 тысяч людей выселили в Среднюю Азию, так же, как и чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, этих народов, это тоже наши народы, мы тоже один из этих народов. Им повезло больше, они уже на своей земле, а мы по сей день скорбим по своей родине. Турки-месхетинцы были депортированы дважды. Спустя долгие годы из-за ранее спланированных массовых беспорядков их вновь выслали и из Уфбекистана. Сегодня они проживают во всех уголках России и зарубежья. Обряд дуа об усопших в годы депортации совершил директор Медресе Мухаммад Хаджиэркенов со своим учеником. Будущий хафиз тоже является турком-месхетинцем. В Карачаево-Черкесии численность этого народа составляет около 700 человек. Проживают они в пяти районах республики. Несмотря на то, что судьба разбросала их по миру, они все же сохранили свои традиции, обычаи, духовные ценности и желание помогать нуждающимся. Александра Коваленко, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии облачная погода. Местами осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах сильный туман, слабый гололед, налипание снега. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3 плюс 2, днем 5 градусов тепла. В горах ночью до 6 градусов мороза, а днем 0 минус 5. В Черкесске временами дождь со снегом. Температура ночи плюс 1 минус 1, днем 1,3 выше нуля. Это Вести в прямом эфире и мы продолжаем. Субъекты России должны обеспечить поэтапный доступ социально ориентированных НКО к бюджетным средствам, которые выделяются на предоставление соцуслуг населению. Такую задачу регионам поставил президент Владимир Путин. На базе Северокавказского ресурсного центра Черкеска прошел семинар на данную тему. Альбина Ламкова продолжит. В настоящее время, как и по всей стране, так и в республике, органы власти включают региональные социально ориентированные некоммерческие организации в реестр поставщиков общественно полезных услуг. Это даст возможность обеспечить их доступ к предоставлению социальной помощи, финансируемой из бюджета. До 2020 года такой показатель должен приблизиться к 10%. Министерством труда совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, также при поддержке фонда «Наше будущее» проводится в целях развития социального предпринимательства на территории Карачаева Черкесской республики. Представители фонда Жанна Александровна Готова объездила практически всю страну и сегодня будет делиться опытом с нашими некоммерческими организациями, с социальными предпринимателями, обучать их. Семинар нацелен на информирование представителей социально ориентированных некоммерческих организаций о реализации региональной программы поэтатного доступа к бюджетным средствам. Конечно, это для нас новое совершенно направление, для регионов в том числе. Задача нас, как экспертов, рассказать как раз о возможностях, которые открываются перед некоммерческими организациями, перед социальными предпринимателями. Понятие социальное предпринимательство достаточно новое для России, не только для России, но и для мира в целом. И вот наш фонд, фонд региональных социальных программ, занимается как раз информационным сопровождением. Также на семинаре Министерством труда и социального развития Республики объявлен прием заявок на участие в республиканском конкурсном отборе проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для выделения субсидий. Созданная конкурентная основа позволит выбрать лучших поставщиков соцуслуг. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибуков, Вести, Карачаево, Черкесия. Проблема наркомании находится под пристальным вниманием правоохранительных органов и общественности. Не остались в стороне учащихся школ. Так, воспитанники первого лицея Усть-Жигуты провели акцию, в которой высказали свое отношение к этому пагубному пристрастию. Рассказывает Шерифат Лепшокова. Нет наркотикам, говорят учащийся школ из Усть-Жигуты. Ребята вместе со своими педагогами подготовили программу, в которой рассказали о последствиях пагубного пристрастия. В стихах, песнях и сценических инсценировках они высказали свое отношение к наркотикам. Со сцены городского ДК о последствиях употребления наркотиков говорили учащиеся первого лицея Усть-Жигуты. Перед своими сверстниками они развенчали мифы о том, что первая доза не приводит к зависимости, что наркотики доставляют ни с чем не сравнимое удовольствие. В реальности привычка к пагубному пристрастию возникает практически сразу и за очень короткое время ведет к необратимым последствиям. Мы ставили такую некую инсценировку, чтобы показать, что вредные привычки губят людей, чтобы люди никогда не употребляли наркотики, алкоголь, чтобы не было у людей в наше время вредных привычек. К сожалению, на сегодняшний день проблема наркомании и алкоголизма очень актуальна. Но мы, в том числе и наш первый лицей, имеем четко выраженную отрицательную позицию к наркотикам. И мы все вместе за здоровый образ жизни. Учащиеся лицея говорили о том, что наркотики несут беду не только для пристрастившегося к ним, но и для всей его семьи. Ни с чем не сравнится горе матери наркомана, для которого добыть дозу – единственная цель в жизни. В нашем районе проводится большое мероприятие, которое завершает антинаркотический месячник, в рамках которого была проведена огромная работа. И в этом мероприятии принимали участие все ученики, от самых маленьких до выпускников. Мы узнали очень многое, а самое главное – наши учащиеся поняли, что быть здоровым – это модно и нужно, что вредным привычкам нужно говорить «нет», что наркотики – это зло. И с этим злом мы должны бороться все вместе. Директор лица убеждена, подобные мероприятия преследуют большие профилактические цели. Подростки, как наиболее уязвимые и подвержены к употреблению наркотиков, должны стремиться к здоровому образу жизни, не поддаваться на сомнительные уговоры и обещания. Это поможет им сохранить здоровье, а то и жизнь. Могла бы закончить школу, поступить в институт. Шерифат Лепшокова, Рашид Токов, Вести Карачаево-Черкесия, Ост-Жигутинский район. Русские театры, драмы и комедии открыл новый театральный сезон. И первой постановкой, представленной на соцзрителя, стала пьеса французского классика Жанна Батиста Мольера «Тортюф». Режиссером спектакля выступила гость из Санкт-Петербурга Анна Зумер. Смешные и легкомысленные на первый взгляд моменты пьесы все же таят в себе сложный и замысловатый сюжет с премьеры Александра Коваренко. Совместная работа актеров и режиссера из Санкт-Петербурга Анны Зумер началась с того, что русский театр драмы и комедии Карачаева-Черкесии наравне с академическими театрами страны стал победителем конкурса по поддержке молодой режиссеры при Министерстве культуры России. За 90 лет никогда на сцене русского театра по крайней мере не было режиссера женщины. Я захотел пригласить, чтобы это поставило женщину. Что такое женщина? Господи боже, 28 лет режиссеру-постановщику Ани. Спектакль «Тортюф» был поставлен в сжатые сроки. Благодаря желанию артистов передать зрителю жизненные проблемы, которые были в 17 веке, показав, что они актуальны и сегодня. Классика прекрасна тем, что это всегда будет современное. То, о чем говорит Мольер. Говорит иронично, говорит с юмором, но при этом поднимает очень серьезные темы, которые как проедают наше общество, съедают его. И через вот эту легкую форму все равно говорят о каких-то серьезных вещах, которые необходимо знать сегодняшнему зрителю. Смешные и легкомысленные на первый взгляд моменты пьесы все же таят в себе сложный и замысловатый сюжет. Счастливую, обеспеченную и независимую семью проскальзывает авантюрист и самозванец. Под прикрытой коллеги «Тортюф» стремится воспользоваться страстной привязанностью, которую испытывает с ним хозяин дома «Аргон». Хочет овладеть его жизнью его состоянием. Веря слепо всему, что он говорит, глава семьи «Аргон» погружает свою семью в ад, оставляет их всего наше. Сходом пьесы характер «Тортюфа» не меняется. Он твердо идет к цели. И вот финал. В финале вашего спектакля, нашего спектакля, заканчивается абсолютно не так, как написано «Мольер». Давайте немножко щадяще будем относиться к классику, миробную классику, и закончим тем, что закончил «Мольер». Он обещает «Тортюфа» и «Тортюф наказан». Зритель отмечает, что премьера спектакля смотрелась на одном дыхании. Каждый ждал, что неоправданное зло все же будет оплачено. Мне понравилась постановка спектакля, как сыграли герои. Они полностью передали смысл этого сюжета в комедии. И если бы я был из каких-нибудь критиков, то бы я поставил 5 из 5. Александра Коваленко, Расул Бердиев и Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня при поддержке Министерства спорта России в стране отмечается День самбо. Ежегодно в нем участвуют тысячи и тысячи спортсменов со всей страны. По традиции 16 ноября проходят спортивные соревнования. В Куполе Черкеска состоялся отборочный этап среди юношей 2001-2003 годов рождения на первенстве с КФО по самбо. В этом году за право представлять Карачаево-Черкесию бороли 140 ребят со всей республики. Такой была среда в Карачаево-Черкесии. А прямо сейчас новая серия детектива «Черная кошка». Всего доброго и ждите вести. Субтитры создавал DimaTorzok